Привет, зритель! Сейчас тебя ждут пустые баночки февраль-март сегодня 31 марта 2023 года пожалуй, начну вот с этого Тут были патчи которые я обозревала в своём видео посвящённом заказу в аптеке Апрель Ну как заказу аптека Апрель мне это предоставила на обзор Я впервые в жизни пользовалась патчами О том о подробностях использования патчов ты можешь почитать в Тереге ссылка в инфобоксе Там у меня бложек в Тереге есть 100 плюс-минус подписчиков которые иногда приходят иногда уходят Короче, вот буквально минут сколько-то там 5-10 назад я ещё лежала с этими патчами девушки, не девушки как вы это делаете? как вот можно его он такой красивый был когда я его доставала приложить вот так чтобы оно с первого раза во-первых, приложилось во-вторых, не спадало приятные ощущения такие слегка прохладные никаких пощипываний ничего похоже по ощущениям вот сейчас вот как бы ну, улитка это, наверное грубо сказано что-то такое нежненькое кошка сначала увидела меня с этими патчами я легла она ко мне прыг увидела меня испугалась, свалила потом легла уже так просто на грудь мне ещё думаю блин, только бы не уснуть вместе с этими патчами хорошие, короче, патчи правда там написано что они помогают избавиться от мелких морщинок которые ну, сюда кладётся да а я думала что мелкие морщинки которые вот мимические в уголках глазиков и я думаю блин, а как оно помогает ну, наверное тут тоже какие-то морщинки бывают ну, и мне кто-то в комментах писал что патчи помогают от сухости кожи она у меня в этих местах стала более мягкая хотя до этого была в принципе ну, обычная ну, не такая сухая как вот бывает у меня, что сухая кожа короче говоря вот я попробовала но я поняла что, видимо это пока ещё не совсем моё мне всё-таки больше нравятся в этом плане маски-тряпочки хотя я к ним тоже долго привыкала чтобы на себя как-то это марафетить нормально да, Карина спасибо за донат так, я правда не знаю Карина смотрит такого типа видео где у меня эта сумочка с пустыми баночками но потом ещё в облачке в конце тоже вот это спасибо так а это спасибо Полине у меня закончилась соль до ванн который мне Полин на тарелок тут вот пакетик а там ещё полторы салины болтаются в коробке ну там какая-то мелочь я вот слышу, что оно шуршит короче вот пакетик пойдёт на переработку а коробочка пойдёт на сожжение и да вот у меня тут выпал кусочек да, блин он когда падал ощущение было что это прям камень такой огромный на самом деле тут полтора миллиметра маленький кусочек соли хорошая соль полностью растворялась в ванной ну бывает иногда купишь соль и такое ощущение будто там вот камни накидали которые не растворяются вообще хорошая соль вообще ванна окрашивалась такой зеленовато-жёлтый цвет да, я не сказала наверное это у нас дримнатур соль даван с экстрактом пихты в общем хорошая очень соль мне понравилась спасибо Полиночка я сейчас в этот пакетик переложу всю эту сказочную упаковку от бьюти патча кстати это было у нас корейская косметика кориан косметик кориан косметик корин косметик короче внизу а так-то называется фабрик косметоложи гидрогелевые патчи для области вокруг глаз с экстрактом чёрного угля я как-нибудь найду видео какое-нибудь на ютубе если есть как это делается может быть я неправильно делала и первый блинком спятать до попытки этот-то вообще у меня сполз даже в положении лёжа и может быть куплю себе какие-нибудь патчи чё ты там творишь животного кусок в смысле полноценное животное так короче у меня закончился второй гелик там был наборчик из двух одинаковых геликов миксит от подписчицы катюши джаст короче просто гель для душа водяная дыня ну в смысле арбуз освежающий гель для душа с экстрактом клубники манка и пах он арбузиком 300 миллилитров мне его хватило почти на полтора месяца ну на феврале он у меня был и вот в марте ещё юзался и тут он ещё вот я катила его сегодня катила и на губку вылила хорошую пену даёт хороший гелик миксит я знаю что миксит сотрудничаю с блогерами но я как-то не врубилась где им писать в своё время и забила а тут зрительница поняла что я такое хотела бы попробовать я правда нигде никому не говорила что хотела попробовать так у меня что тут а это от подписчицы светы там где-то должен быть и сам флакончик вот он коробочка коробочка пойдёт на сожжение ты чё там делаешь нельзя обои драть вот типа раз хозяин упырился в камеру то не увидит что ты там это шуршит может и не увидит но хотя бы услышит так зачем я вообще её открыла в общем тут коробочка она пойдёт на сожжение в сад а тут у нас бутылочка я не знаю может от крышечки ещё совсем чуть-чуть пахнет цветочным ароматом совсем приглушённо так положите её в бельё постельное чтобы она благоухала мне ещё так прикалывают тут крышечка в крышечке такое ощущение но как её достать да вот у меня иногда бывает мне хочется всё разобрать с детства это такое у меня были как-то позолоченные часы бабушкиной родной младшей сестры ну бабушки много было младших сестёр родных ну и не родных то в смысле двоюродных и троюродных и я в детстве такая любопытная была лет 7-8 я эти часы разобрала мне конечно потом вылетело по первое число не физически но поругали эти часы позолоченные вот эта штучка где-то до сих пор лежат ну в одной коробочке там же лежит вот этот сам ну внутренность они как бы заводные были просто покрутишь и не пойдут ну у меня было интересно что внутри вот видимо это с тех времён вот я ещё когда снимала эту крышечку чтобы попрыскаться я думаю блин интересно можно это как-то разобрать вот я на неё нажимаю изреагирую последние 4 дня по 20 раз машу снова надо бы ещё утяжелительные руки и ноги насобачивать что-то всё как-то я так обленилась с прошлого года практически ими и не пользуюсь ну короче вот как-то тут крышечка в крышечке я их выжила все вообще это такие офигенные дужки были ну вообще-то туалетная вода с Оливер с Опер привет Амина если ты это увидишь я помню что ты в Тереке попрошала и купила ты их тогда или нет короче пахли цветочно так вот как утро саду и хрошевская снятость вишня и просто ещё как-то цветочно но так между утро в саду вишня там утро в саду апельсин как-то так вот цветок апельсина вот как-то цветочно-сладко островато-горько а на улице на холоде они раскрывались унисекционным ароматом который мне очень давится рис нуар снятости фрошевская в общем вот они закончились у меня я их выжила все причём я их когда поняла что они закончились я минут тридцать пыталась оттуда что-то выдавить думаю блин что же там мне кажется что что-то есть но из-за того что тут вот эта розовая фигня закрывающая всё что можно то что там ничего нет я поняла уже когда вот на жопку посмотрела очень классно спасибо Света у меня закончились палочки чем они пахли я уже ни хрена не помню пач буллу а нет пачули пачули о я только сейчас увидела что тут написано в общем они по ходу дела пахли пачули набор ароматических палочек зетблэк бамбуковая основа древесный уголь смола искоры дерево ароматическое масло пачули вот я не помню как пахнут пачули и как пахли эти палочки ну вот бывают палочки от них их поставишь и они обычно расслабляют и так далее а меня ароматические палочки как бы бодрят я просыпаюсь сразу так и работоспособность повышается то есть вот мозги включаются но в этот раз у меня какие-то неудачные палочки были что на зон что на вайтбридс тогда покупала или пахли хрен знает как или очень быстро догорали сделано в Индии и я потом уже только вспомнила и сейчас снова вспомнила что мне очень нравятся палочки хэм и почему я забыла про это и почему я не купила именно вот эти палочки хэм лаванду там можно было или еще что-то у меня даже конусы какие-то раньше были хэм ну короче вот как-то у меня лежат палочки хэм еще сотрудничество с МАИНДИЯ лет года три я не знаю в каком году я с ними тогда сотрудничала в двадцатом что ли году ковидло уже пришла или еще не пришла у меня эта большая упаковка еще есть они розой пахнут вроде розой ну короче еще какая-то там пара палочек розой пахнет чисто роза а вот хотелось что-то такого нейтрально бодрящего которое как бы успокаивает людей но меня бодрит ну как-то вот не сложилось у нас с ней тут он даже мне кажется мята нарисована но я не знаю как почули вообще выглядел в растениями короче вот оно закончилось пойдет на сожжение эта бумажечка такс у меня тут что еще закончилось а это не закончилось но почему-то я коробочку от нее сюда фига ну а ну я ее тогда тоже отпущу на сожжение что это это у нас на вас вид она еще пользуется я вчера и пользовалась у меня закончилось ну вообще дофига закончилось но что-то я вот решила в коробочке в пакетик в сумочку кстати от подписчицы Вики я не знаю Вика еще меня смотрит или уже давно нет короче от подписчицы Вики сумочка в которую я складываю сейчас складирую как бы моя подружка скала пустые баночки так вот у меня перекись водорода очередная закончилась помогает когда кошка царапнула кровь пошла когда случайно по пальцу ножом шарахнула кровь пошла когда нашла пятый угол и до крови шарахнулась в общем ну по большей части я ее использую конечно в уши я ей промываю свои уши иногда бывают такие моменты что вот прям чувствуешь эту серую ушах и у меня один флакончик за пару часов только так улетает на что мне на это мне подруга моей мамы одна сказала фига вот и я так же так оно тоже не закончилось но валяется в ванной я его пару раз пыталась еще поюзать дать ему шанс поюзать его по назначению поюзать его как мыло думаю может подруге отдать потому что страдает по бальзаму для волос может он ей подойдет это от Greenway Charmé для поврежденных волос с маслом агавы коробочка он без коробочки там лежит мыльнички этот кусочек пахнет-то он приятно но вот я что-то так и не проникла с ним не поняла прикола этого твердого натуральный твердый кондиционер органовое масло для поврежденных волос на чистые влажные волосы и кожу нанести кондиционер распределить по всей длине выдержать 2-3 минуты затем смыть теплой водой рекомендуется в качестве финиш ухода после применения шампуня Charmé Hair после использования твердый кондиционер следует тщательно высушить короче не поняла я прикола он у меня так там и лежит а вот коробочку да коробочку отправлю на сушение так вот тут у меня баррикада на полу того что на сожжение а рядом баррикада того что типа на переработку так вот если бы он не продавливался я бы его окатила совсем оставила и какой-нибудь самопальный гель туда залила но пластик тут не очень такой я как-то его выдавливала на губку потом на следующий день беру думаю а что он у меня такой сморщенный а он обратно не принял свою форму так что у меня тут закончилось у меня тут закончился очередной подарочек от подписчицы Светочки это лимитка новогодняя и фраше кремик крем для рук нежный миндаль 30 миллилитров кремик слушайте там тебе что-нибудь осталось а то я вот сейчас поняла что я забыла копыта помазать ух ты слушайте там что-то еще осталось обалдеть очень мне понравился этот кремик мне раньше лимитки и фрашерские которые были в свое время по 75 миллилитров ну не очень нравились они были ароматизированные но крем был такой вообще ни о чем что на руки нанес что не нанес ну как бы ни то ни сё а вот сейчас у них видать что-то изменилось и пошли вот эти кремики лимитки очень даже хорошие которые по 30 миллилитров идут может и большой формат есть фиг знает и еще у них там просто кремики такие другие были из бывшей раньше эта серия называлась плейзерный тур потом она как-то обновилась а я не знаю существует сейчас или нет потому что я уже года 4 не заказывала сама ничего в эфраше у меня аккаунт самовыпилился по желанию менеджеров этого эфраше ну короче говоря как-то не сложилось хотя с эфраше знакомо с июля или июня короче с лета 2011 года года больше 10 лет уже короче вот такие маленькие кремики по 30 миллилитров в эфраше мне очень нравится а этот у него приятный такой аромат не сказать что пахнет миндалем я не знаю может и миндалем но руки кожа рук увлажненная он быстро впитывается очень клевый мне очень понравился спасибо Светочка с удовольствием он пользовался у меня еще бальзамчик такой же есть но он у меня еще в использовании и там надолго еще хватит и тоже очень классный но мне нравятся бальзамчики хорошо вот эти стики так вот тоже от Светочки это у нас мизон интенсивная чего-то там коллаген лифтинг тонер сила коллагенового лифтинга тонера я впервые в жизни узнала что бывает благодаря Светочке что есть такое слово тонер ну что есть такое средство тонер и тонер это более плотный тоник вот у меня от одной фирмы тоже от Светочки Моряки был тоник обычный спрейчик обычная водичка такая а это он по консистенции очень напоминает алоэ вера гель вот от Ла Ферма от Холика Холика вот такие вот более жидкие такие алоэ гели или сыворотка тот же Моряки только сыворотка у Моряки более плотная чем вот этот тонер или еще какая-то сыворотка у меня была такая гелеобразная не помню от кого из вас или может даже я сама покупала еще у меня возможно будет сыворотка пока не буду говорить от кого потому что ну мало ли сгладится хоть и договорились но фиг знает короче так вот мне очень понравилась вот эта штука я ее использовала чисто вот как вместо тоника и кремика одновременно вот только ей вот а иногда ее использовала а потом кремик какой-нибудь наносила но по большей части я использовала тонер чисто вот умылся пенкой какой-нибудь умыл физиономии или просто умылся и потом кожу протер этим тоником и вообще все ништяк очень классная штука спасибо Светочка и от мизон я уже использовала пару раз пенку для умывания мне другой зритель дарил когда-то может быть как-нибудь гляну где ее продают и себе приобрету потому что мне очень понравилось еще она фиолетового цвета я сейчас снимаю просто с лампочками с потолка я как-то не заморочилась в этот раз с кольцевой лампой так у меня закончился кайлаж дживан для животных то что он для животных я увидела уже дома потом после того как заказ уже растрясал я даже не то чтобы увидела дома я его увидела то что он для животных когда стала монтировать ролик где вот эту штуку обозревалась заказ свайперис все в нем хорошо вроде тот же самый кайлаж но во-первых у него была жидкость и обычно берешь кайлаж но он постоит в холодильнике и жидкость как бы замерзнет потом растает и все нормально там как бы утрясется а тут он постоянно был с жидкостью эта жидкость у меня стабильно я ее выливала она снова образовывалась он впитывался но не до конца ну в смысле легкой головной боли он помогал там при легком насморке он тоже помогал вроде все то же самое но он оставлял вот прям пленку какую-то масляную какую-то неприятную короче что-то что вот на руках чувствовалось когда у меня был бандитская пуля в смысле травма на руке случайная когда кошки туалет меняла вот шарахнулась рукой и он мне конечно помогал ее заживить но руки все равно потом приходилось мыть потому что оно ощущалось на руках вообще на коже ну в общем какая-то хренатень я даже подумала может это какая-то подделка под кайлаж по лицензии тот же самый поставщик Джон Молли но только тут вот асум асум асумраша точка ру ну короче говоря вот сайт российский того той фирмы которая в Индии выпускает этой кайлаж я не знаю давно существует люди если кто-то пользовался и в курсе что вот там на животных мазали своих что этот кайлаж животных есть что он не только в этом году случился или допустим в прошлом году а что он уже хотя бы лет 20 живет и существует дайте знать камень потому что у меня такое ощущение что это голимая подделка чисто срубить бабла в России коробочку сваяли там наклеечку присобачили и в путь срока годности на нем кстати нет он был только напечатан на коробочке коробочка выглядела по-моему как у обычного кайлажа поэтому когда вот я домой пришла ну в смысле когда его обозревала то увидела уже потом что ну на коробочке не было нарисовано что он для животных в общем какая-то ерунда по большей части так что если на вайберис на зоне я не видела на вайберис если вдруг будете покупать кайлаж невадимно смотрите на картиночку там на отзыве на еще что-то что оно для животных если оно для животных не берите ну уж это какая-то ерунда хоть там кто-то в каментах на вайберис писал что что для животных что для людей одно и то же животное животному рознь у меня закончилось масло шалфея мускатного не знаю есть у меня оно или надо покупать но я пока делаю дезики и с водой и поэтому в принципе мне не особо какая разница ну в смысле не особо принципиально именно это масло но вот если буду снова делать что-то еще куда вот именно с сочетанием шалфей мускатный там чайное дерево надо еще что-то то потом приобрету это натуральные масла фирмы регулярно покупаю в аптеке фирму натуральные масла эфирные масла у него самое лучшее и я видела еще эти натуральные масла правда в наборах на вайберис вот эфирное масло шалфей мускатный иногда в ванну добавляю иногда вот если обкачиваю волосы отвар делу какой-нибудь ой видите тоже туда капаю вот у меня тут как раз мерекит сыворотка 15 миллилитров закончилась ой я плюнула из нее что-то выпрыгнуло еще обалдеть у меня тогда не выдавливалось а тут аж три плевка получилось это вот корейская косметика мэри кит акфилисион серум или что-то в этом роде это вот как раз подарок от подписчицы светы у меня там еще есть кремик остался он сейчас в уходе на апрель заявлен и еще есть масочка масочку я не знаю пользовала или ну в общем она лежит в запасиках пока вот буду там по сроку годности я еще успеваю ее делать а это закончилась пустых баночках теперь так что у меня тут у меня закончился весь кис бьюти это подарок от катюши крем для рук протеины и уход с коллагеном я его весь выдавила он мне может еще в феврале закончился потому что тогда полторы баночки было пустых вот хороший кремик там еще была в наборе масочка для рук мне очень понравилось спасибо катюша этот не совсем еще закончился я думала что он закончится но тут чуть-чуть еще есть я решила его в пустые банки сунуть потому что на уход я его не заявила но и он у меня на кухне лежал лежит и в принципе тут вот на 2-3 применения еще осталось и я его сегодня завтра доделаю ну вот он случился в пустых баночках это тоже кис бьюти тоже от катюши это у нас кто гиалуроновая кислота на самом деле у них у всех одинаковый состав все 4 кремика были единственное что там парфюмерная композиция разная а так тут у всех состав 1 там также это гиалуроновая кислота глицерин алоэ вера еще был ну просто один с алоэ вера был один с розой аромат друг один вот гиалурон и один коллаген сюда я его уберу пока сзади так у меня что еще тут закончилось да вот как раз у меня закончился вот этот тонер который по виду как просто тоник от мэрики 50 миллилитров тут было это тоже понятно уже ты понял зритель но я тебе все равно скажу на всякий случай так приятно как-то так пахнет от подписчицы светы там как раз был набор тоник ну в смысле тонер маска как его там сыворотка и крем и вот он закончился так и тут у меня что еще последняя пустая баночка тюбичек я его вскрыла даже срезала потому что очень неудобно сделали в этот раз гринмама раньше можно было крышечку открутить и все остатки выдавить а теперь просто только открыть и оно до конца не выдавливается ну и там все равно что-то осталось он очень плотный если у него изменилась консистенция он конечно так же пахнет вкусно этими эфирными маслами но тут какое-то такое ощущение что передоз этих эфирных масел очень сильно ароматизировано он более плотный стал мне раньше флакончика на 100 мл хватало на 2-3 месяца ну на 3 на 2 это в общем на 3 месяца где-то так на 2 это уже как-то преувеличило это если только утром, вечером и еще в середине дня помазать если летом допустим то на пару месяцев когда вот пришел жарко принял душ помазал пятки утром принял душ помазал пятки вечером принял душ помазал пятки это у нас грин мама крем для ног шалфей льняное масло и он короче говоря как-то во-первых загустел во-вторых очень сильно пахнет сейчас уже ничем не пахнет выдохся очень сильно пахнет этими эфирными маслами конечно он приятно пах но он когда попадал на мелкие ранки на руке или на ноге ну вот так вот на кожу если была какая-нибудь мелкая совсем какая-нибудь царапка или тупо какой-то порез дико начинало драть кожу начиналось какое-то раздражение приходилось капать перекиси ну соответственно мыть руки капать перекиси дезинфицировать это все потом кайлашем мазать и я когда у меня была десянка в итоге ноги неделю наверное не мазала кремом вообще потому что вообще был трындец именно с этим кремом раньше этот крем если на ноге какая-то ранка трещинка или на руке и попадал он во-первых помогал заживлять во-вторых такого не было учитывая что он как бы ну тут рассчитан что для ног если у вас там для пяток если там есть трещинки или какие-то мелкие ранки что он типа заживляет и все такое информация старая но думаю тут и состав вроде бы кажется старый но мне кажется тут что-то флакон старый а наполняемость какая-то уже не та после вскрытия живет 6 месяцев срок годности 2 года ГМ продукцион и срок-то у него еще не прошел в принципе до ноября этого года но вот как-то разочаровывает меня Гринмама откровенно говоря я меня начала разочаровывать еще когда стала снимать нормальные продукты с производства сейчас вот так вообще это последняя у меня была пустая баночка может быть я однажды все-таки приобрету этот крем мне очень нравился очень шампунь с вишенкой но последний раз я помню года полтора или два назад у него была какая-то странная консистенция и у меня он на волосы влиял совсем уж не так как обычно ну не так как должен был поэтому хрен знает ну может что-то приобрету потом ГМА у меня вот сливки есть они мне очень нравятся особенно мои кошки но как-то я разочаровалась в этом кремике так что сейчас я вам его не советую вот ботовикос или как там его ботовикос который у меня в уходе на апрель заявлен от подписчика Сергея вот мне больше понравился я им мажу я его использую иногда как крем для рук но по большей части как крем для ног очень класс он во-первых питывается бягкая кожа никакого там дискомфорта он мне даже помогает заживлять мои ранки а этот наоборот террорит мои ранки вот такие у меня пустые баночки февраль тире март этого года у меня там еще есть большущий пакет пустых коробочек сестере выкинуть ну я сегодня уже наверное не осили постараюсь как-нибудь до уезда в деревню это сделать всем спасибо за просмотр если хотите поддержать мой канал вот здесь вот будет облачко и ссылка в инфобоксе вся инфа если ждете асмр и как бы хотели бы тоже поддержать мой канал или хотели бы ждете асмр хотите чтобы они выходили пораньше то можете подписаться на бусте 200 рублей в месяц обеспечит вам более частый выход и чисто для примера на бусте есть раздел мунбанк там 3 меня поддерживает человек за что им спасибо платной подпиской и когда я записываю мунбанк допустим как вчера то он у меня в приоритете идет на монтаж так же будет асмр если кто-нибудь туда подпишется да вот здесь вот будет облачко этого самого подпишись на асмр и всем спасибо если осилили до конца и всем пока не забудь поставить палец кверху